Как вы все уже знаете, в Карабахе нарушено перемирие. Ну вот по этому поводу. Статья в Евразии Дели за 13 декабря 2020 года. Баку. Операция в Гадрудском районе была вынужденной там террористы. Возобновление боевых действий в окрестностях поселка Гадруд в Карабахе была вынужденной антитеррористической операцией Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом говорится в совместном заявлении с ГБ и Минобороны Республики, распространенном сегодня 13 декабря. После подписания 10 ноября, 9 ноября по московскому времени совместного заявления о прекращении огня в лесах к северу-западу от поселка Гадруд остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а наоборот создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли 4 и были ранены 2 военнослужащих, а также ранен 1 гражданский. Служба госбезопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию, говорится в заявлении. Как сообщала Евразия Дели, сегодня на консультации в Москву прибыл министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрудском районе Нагорного Карабаха. По данным Минобороны Армении, азербайджанские силы вошли в село Хин-Тагер, а также подошли на близкое расстояние к селу Хцаберт. В результате азербайджанской провокации у армянской стороны 6 раненых, у противника есть потери и раненые, указано в сообщении. Минобороны Армении решительно осуждают провокацию азербайджанской стороны, говорится в заявлении Минобороны Армении. В настоящий момент в Гадрудском районе ведутся переговоры между армянскими, российскими и азербайджанскими военными с целью урегулирования ситуации возвращения сторон на прежней позиции, сообщает в Минобороны Армении. Баку. Операция в Гадрудском районе была вынужденной. Там террористы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова